Доброе утро в Стар Дю Вэлли! Восьмой день лета. Чуть свет, а Палет уже на кухне. Она собирается приготовить блюдо эскарго. Да, это блюдо из виноградных улиток, которые так называются, потому что поедают виноградные листья. И оказалось, что у меня есть еще один тотем на пляж. Я им воспользуюсь. Поэтому увидимся на пляже, друзья. И я захватила с собой кальмара, которого хочу отдать Вилли и закрыть этот квест. И, кстати, да, это доводит наши отношения с Вилли до 10 сердечек. А теперь я ем эскарго, попробую здесь ловить. Вот и Вилли уже пошел открывать свой магазин. Почти 9. А осьминог еще ни разу не попадался. Вот он, первый осьминог. Как я хочу его поймать. Он себя ужасно ведет. Ну вот как можно так... Как такую рыбу можно поймать, которая вот так вот дергается? Отвратительная рыба. Самая противная рыба в игре. Ес, ес, осьминог. Ты поймался, как здорово. Я так рада. Реально, вот мне было сложнее всего поймать осьминога. Пойдем к линту. Вот это я все наловила в сундучках. Ну, так себе, конечно, уловчик. Но главное, это осьминог. Кстати, давайте я покажу вам свою рыбную коллекцию. У меня еще остались тоже очень, кстати, противные рыбы. Вот этот плавовый угорь. Это... Не помню, как он называется. Но ловится в шахтах на 60 уровне. Вот это скорпионовый карп. Тоже, кстати, противная. Мутант. Это из шахты рыба. Это осенняя легендарка. И вот это рыба из туннеля ведьмы. Так, пьем кофе. И идем к линту. Чтобы, во-первых, забрать лейку. Привет, Алекс. Да, загар неплохой. Ладно, раз уж мы здесь. Да, неплохо бы начать читать книги. Согласна. Давайте я все-таки перезаряжу лед. Ой, а все, у нас с тобой все хорошо. С тобой даже можно не здороваться. Ммм, кстати, поймался лобстер. Раз уж я здесь, то перезаряжу ловушки. И надо бы мне посмотреть, что у меня там с этими лобстерами. Может быть, ловушки уже вполне можно было бы перетащить на ферму и сюда за ними не бегать. Кстати, можно все это забрать, наверное. Даже гранаты. Зачем они мне теперь здесь нужны? Тем временем мы забираем лейку и ретевую у клинта. И я действительно куплю у клинта медной руды и угля. Потому что своими силами за счет шахт мне с этим не справиться. Поэтому пусть клинт поможет палет сотней меди и угля. Я бы тут подумала о том, что если бы я сейчас покупала в конце года у Робин дерево и камень, я бы, конечно, купила в два раза больше дерева и в два раза меньше камня. Ну, может быть, потому что я играю на ограниченной по площади лесной ферме. И мне нужно меньше эридевых спринклеров, чем их нужно на основной большой ферме. А вот с деревом реальная просадка. Это даже с учетом того, что я не использую дерево на производство угля. Но, тем не менее, на крафт бочек, кадок дерево улетает мгновенно стак за стаком. А вот тут вот запас камня, который у меня сейчас есть, он мне и не нужен в таком количестве, поскольку каких-то грандиозных походов пещеру черепа больше не предвидится. Ну, только так для развлечения. Что ж, давайте отдадим Клинту на улучшение мотыгу. В среду она будет готова. А я тем временем вернусь домой, займусь животными, займусь делами насущными. И увидимся с вами, как только случится что-то интересное. Девятый день лета, сегодня дождь. И, как вы видите, у меня в коровнике созрело вино. Я сначала подумала, может быть, стоит мне подождать до завтрашнего дня. Завтра будет готов первый урожай карамболы. Но потом я порассуждала и, боюсь, я просто не успею завтра со всем справиться. Завтра же день рождения у Мару. Ее обязательно нужно поздравить. И довольно много придется пересадить карамболы. Поэтому я решила все-таки эту зарядку сделать ревенем. Я сейчас скачу в шахты и решила проскакать через площадь. Оставить здесь немножечко дынек для пенни по совету. И даже немножечко золотых тыков я нашла. А еще, конечно, рассчитывала, что какое-нибудь задание будет для достижения. Ну и попутно заскачу к Харви. Думала, что и Мару здесь будет. Но ее почему-то нет. Наверное, она не по вторникам работает. Эллиот, я даже к тебе не подхожу. Такая бессердечность. Может быть, с тобой что случилось? Ну это стардюл. Вот такой вот прагматичный подход к отношениям. И захватила рыбу-еж. Может быть, Диметриус будет дома. И я закончу с этим квестом. Мару дома. Значит, по вторникам она не работает. Диметриус, держи. Отличная особь. Ну давай, принимайся за работу. И Мару сегодня тебе просто так клубничку. А завтра, я надеюсь, что я найду время тебя поздравить с днем рождения. Также давайте у Робин наконец-то купим календарь. И купим недостающие рецепты. Раз. И вот, чтобы появлялись новые рецепты, каждый раз нужно выходить из магазина и заходить вновь. А почему светильники покупаются по такой странной схеме? Я не очень понимаю, какой в этом глубокий смысл был для разработчиков. Все, кажется все. И пока я тут срубила несколько елок, решила заглянуть в шахту, чтобы показать, что у меня с коллекциями. С коллекциями все вот так вот не очень. Еще четверть слаймов осталось. Духов пустоты. Мне так не хочется вниз спускаться в шахту на нижние этажи, потому что мне золото-то и не нужно больше. 7 скелетов бесполезных. Ну и вот пыльных духов. Весьма-весьма еще прилично. А сейчас я пойду ходить по схеме. Не могу выкопать червячков. Нет мотыги. По схеме 20, 40, 60. И да, мне так меди жалко на эти плавильные печки здесь, потому что она улетает просто в момент. И я, наверное, пока не буду этого делать. Итог 9 дня лета. Продавали вино частично из карамболы и частично из ревеня. Из ревеня больше. Ну и кое-что я начала продавать для коллекции, чтобы уже как-то проще было в ней ориентироваться. До утра. Десятый день лета. День большой пересадки карамболы. Я хотела вам показать, как теперь удобно поливать с новой иридиевой лейкой. Конечно, нужно здесь все организовать. Горшочки. Для такого полива. Ну, пока у меня не доходят руки. И я не решила еще, что буду сажать в этих горшках. И, кстати, Мэрли Льюис напоминает, что завтра луау. Завтра день для окончательного повышения отношений со всеми ими кандидатами. Давайте заберем все квестовые награды. И мне бы хотелось сразу же с утра... Ну, кстати, сегодня готова мотыка. Червячки мне об этом напомнили. Мне бы хотелось сразу с утра поздравить Мару. Надо, да, сейчас 9 утра откроется. И чтобы уже потом спокойно заниматься пересадкой, не отвлекаясь на это, мы, к счастью, можем попасть к ней в формату и выполним свой человеческий долг. Сколько у нас отношений сразу? Сразу 9. Да, кстати, давайте подарим Мару букет. Еще... Ух ты! Ничего себе! И сразу 10 из 10. Неплохо. Да-да-да. Я хочу сделать следующий шаг. Ну вот. Еще одним объектом флирта больше. И я сейчас начну при вас пересаживать карамбулу. Сначала начну пересаживать ее семенами в руках. Я на месте цветов все-таки тоже решила посадить карамбулу. Полюбовалась и хватит. Попутно будем переделывать древние плоды. Что-то стало много появляться вот этих смешанных семян. Все это совершенно мне не нравится. Вот. Но все-таки мне и не нравится пересаживать семенами в руках. Я не вижу какой-то большой экономии времени при этом. Единственное, что может быть лучше контролировать. Пустые клеточки. Смотрите, опять получились рандомные семена. Да, сегодня духи плохие. Может быть не нужно переделывать древние плоды. Вернее, семена, когда плохие духи. Не знаю. Пьем кофе. Но я вот сейчас попробую вот это поле пересадить с семенами в руках. А может быть нижнее поле пересажу. Сначала собрав всю карамбулу, а потом бегая. Не знаю, как лучше. В общем, опять же, пока пересаживаю так, потому что я перерабатываю древние. Мне выгодно находиться рядом. У меня, кстати, еще здесь древние семена. Давайте их возьмем. И здесь, конечно, на месте красной капусты я тоже посажу карамбулу. То есть все вот это мини-поле будет в карамболе. Вы посмотрите, третий раз появляются там рандомные семена. Это действительно духи, наверное, очень сильно влияют. Ну, теперь уже я начала переделывать. Теперь же не переигрывать день. Из-за этих рандомных семян. Ну, мне кажется, что следующая пересадка в теплице карамбул уже вполне может быть древними. Только вот я не решила, буду ли я это делать или не буду. Ну и пока я пересаживаю, скучно же просто так пересаживать. Может быть, стоит о чем-то поговорить. Я хотела с вами поделиться. Я сейчас читаю очень интересную книжку. Юваль Ной Харари. Зовут автора. Это историк-медеалист. И он действительно обращает внимание на такие интересные факты, которые, конечно же, не новые, но о которых просто не задумываются. Например, учитывая то, что он пишет, можно вполне оправдать желание палец, завести отношения и флиртовать с большим количеством жителей Пеликантауна. Потому что справедливо автор замечает, что вот этот период, когда мы, люди, добываем себе пропитание, работая в офисах, на заводах, и даже тот период, когда наши предки были пастухами и земледельцами, он настолько ничтожно мал по сравнению с периодом времени, когда люди добывали себе хлеб насущной охотой и собирательством, что очень многие человеческие особенности и даже социальные устои сложились как раз вот тогда, в далеком-далеком прошлом, когда люди, возможно, жили одной большой коммуной, одним большим племенем, и все там было у всех общее. И жили они подобно левиным прайдам, когда не было не только института единобрачия, а даже института отцовства. Потому что так на минуточку до появления науки эмбриологии у человечества не было доказательств того, что отцом ребенка является один-единственный мужчина, ну, конечно, при том условии, что женщина была не с одним мужчиной. Так вот, вполне возможно, что в этих коммунах аркаичных было все общее, и дети, и любимые, и женщины, и мужчины. И мужчина, вожак племени, бросался на защиту общих детей коммуны так же, как на защиту своих, потому что просто не мог знать, кто свой, кто чужой. Ну, конечно же, в этой теории существуют ярые противники, и надо отдать должное, что таких противников большинство, и они утверждают, что у человека чуть ли не существует ген моногамности. Ну, кстати, может быть, вполне и так, потому что если рассуждать логично и экономично, и, кстати, на примере в Тардиуэлле очень хорошо видно, отношения с большим количеством партнеров требуют больших затрат ресурсов, временных, энергии, эмоциональных, поэтому с точки зрения эффективности может быть одни отношения иметь гораздо удобнее и комфортнее. Но в любом случае потребность некоторых людей полигамным отношениям вот можно объяснить такой теорией древней архаичной коммуны. Интересно было бы услышать ваши мысли на этот счет. Да, вот это нижнее поле я хочу как решила засадить вот таким старым способом. Сначала собрав все, а потом посадить карамбул. Мне нравится так больше. И знаете, я для себя поняла, что мне посадка в первый день нравится даже больше, чем пересадка. как-то там все понятнее. А тут вы видите фейл у меня случился. Я с киркой в руках это делала и случайно уничтожила целую клеточку. А у меня нет мотыги. И кстати мотыги у меня не будет еще целых два дня, потому что завтра праздник и конечно же клинк не будет работать. и это очень нехорошо. Так я не поняла для себя, как мне нравится пересаживать. Нет, я поняла для себя, что мне не нравится пересаживать никак, не так, не сяк. Видите, когда бежишь, много пропусков и хорошо, если ты их заметишь. А они случаются. наверно, когда увеличен масштаб, они случаются действительно реже, а может быть, это зависит от количества бафов скорости. Как я уже говорила, на двух бафах они случаются чаще. животные мои сегодня сидели заперти. Может быть, это даст возможность немножко подрасти траве. Кстати, сено мне, видимо, все-таки придется покупать, потому что сено в башне осталось совсем-совсем чуть-чуть. здесь я тоже собираю красную капусту и сажаю карамболу, а дыня еще не выросла. Но когда дыня вырастет, я на ее месте посажу редиску. Мне нужно ее достаточное количество для коллекции, сколько-то для готовки. Ну, или посмотрю, может быть, частично посажу редиску, а частично посажу карамболу. Ну вот, друзья, как-то так. Сейчас я дособеру кофе. Давайте немножко здесь хитом потрясем. Вдруг что хорошее. Золотая руда. Ну, не очень-то и нужно было. Я даже еще очень надеюсь бочки, вернее, катки перезарядить, хотя запросто могу не успеть. Можно было бы здесь еще несколько кадок поставить. Есть чуть-чуть угля, но времени совсем на это не остается. Успела палец перезарядить катки. А вам, друзья, спасибо за внимание, за вашу поддержку в поимке осьминога и за то, что провели время со мной за пересадкой карамбалы. Всем пока! До завтра! Субтитры Продолжение следует...